после этой поездки взглянул на мир другим взглядом я бы хотела туда вернуться там очень красивая природа очень вкусный воздух и очень очень красивые закаты красные такие каких ты в городе не увидишь место на территории красноярского края центрально сибирский заповедник находится в тысячи километрах от красноярска в туруханском районе и части венкийского добраться до туда очень сложно сейчас мы летим вдоль енисея до аэропорта под каменная тунгуска находится он в поселке бор на месте слияния енисея и под каменной тунгуски реки это дороги для сотрудников заповедника как летом на лодках так и зимой на снегоходах пешком не обойти слишком велика территория миллион гектаров даже вот рассказываю другие охотники на соседних участках на лося охотится лось прямой наводкой бежит заповедник потому что спасение только там николай корнеев один из наших проводников путешествие по под каменной тунгуски работает третий год до этого занимался охраной территории заповедника на командорских островах камчатском крае первая точка куда держим путь река столбовая там находится один из кордонов плыть будем долго нам придется преодолеть расстояние в 150 километров по воде поэтому утеплились по максимуму на мне три пары штанов несколько кофт пуховик обязательно перчатки и шапка возможен дождь и нужно не замерзнуть и не промокнуть неожиданно в начале путешествия встречаем загадочного зверя лось переплывает реку чтобы перекусить на другой стороне также на территории обитают соболь дикий северный олень кабарга редкие птицы беркут сапсан орлан белохвост даже приблизительно сотрудники время в пути не называют чтобы не сглазить но это не помогло вот если наша скотка идет скоростью 35 километров в час мы практически на месте стоим вот скорость течения реки поднялся уровень воды в под каменной тунгуски из-за таяния снега в туруханском районе в июне он еще и лежит на берегу лодка не справляется мотор забивается травой заканчивается и бензин до кордона осталось всего семь километров принимаем решение остановиться ближайший населенный пункт 50 километров отсюда медведи волки олени лоси все есть добираемся до места назначения в два захода на дорогу тратим 12 часов но это стоило того по берегам реки столбовая видим необычные скалы миллионы миллионы лет назад здесь плескалась море постепенно она потом уходила на север отступала а здесь оставались его остатки море было теплым тропическим идеальные условия для развития организма сложно поверить но останки древних окаменелостей можно найти в красноярском крае в венки просто прогуливаясь вдоль речки сейчас например у меня в руках обитатель древних морей коралл удивительной формы здесь еще находила вот хорошо вот сохранившийся большой напоминает камень коралл и вот здесь вот коралл в разрезе полностью видна его структура первые золотоискатели предполагали что это детали от инопланетного корабля имея ввиду тунгусский метеорит он упал в 350 километрах отсюда сейчас ученые рассказывают что эти окаменевшие кораллы жили на дне древнего моря примерно 440 миллионов лет назад тогда обитаемы были только моря и океаны на суши жизни не было по этим окаменелостям можно сказать что территория которая имеет вот эти органические остатки ископаемой некогда была отдельным континентом и этот континент ангарида древний континент ангарида это не что иное как сибирская платформа ангарида то большая была по площадь и то уменьшалась зависимости от того как омывал океан ее берега а океан назывался тетисом ангарида так назвали ее потому что доказательства были найдены на берегах ангары предположительно занимала территорию современного красноярского края и часть иркутской области во времена динозавров континент стал частью евразии ученые также установили что наличие древних рифов может говорить о залежах нефти и газа благо на территории заповедника геолого-разведка запрещена нельзя и охотиться рыбачить исключение только для коренных жителей подходим фото ловушки установленной на тропе по которой передвигаются звери начальник научного отдела центрально-сибирского заповедника иван буянов спешит проверить фото ловушку поскольку накануне медведь как раз проходил по этой тропе и вышел к людям эти кадры мы сделали поздно ночью с крыши дома хозяин тайги осматривать свои владения видно что медведь подходит достаточно близко к кордону сотрудники рассказывают бывает и в гости заходит некоторые очень пакостные то есть могут балок залезть выкинуть все вещи печку вытащить зайдет через дверь выйдет через окно чаще всего это происходит ночью днем жарко лучше освежиться как это делают медведи в заповеднике столбы я сталкивался с медведем что вот так вот два метра он принял меня за копытного животного и скрадывал благо был ручей между нами когда мы почти столкнулись в лоб в лоб он оценил что скрадывал не того развернулся и убежал в 2011 году жертвой медведя стал инспектор заповедника на этой же тропе мы увидели несколько деревьев об которых любят чесаться медведи но на этом видно больше всего шерсти потому что она прилипла к смоле хотя обычно говорят что у медведей любят деревья пошершаве это гладко но почему-то полюбилась мишки оставляют следы когтей и на стволах сотрудники заповедника считают что таким образом самый сильный хищник метит свою территорию фото ловушка зафиксировала как раз этот момент попал в объектив и лось вышедшие спячки медведь может напасть и на него в будущем ученые хотят пометить медведей спутниковыми ошейниками эта машина называется hills универсальность зимой отлично движется по снегу и по плотному льду внутри специально установлена печка чтобы не замерзнуть летом лучше передвигается по небольшой воде но способна преодолевать и пороги за штурвалом как лодки так и заповедника директор павел качкарёв в отличие от многих руководителей не привык сидеть в офисе знает как говорится каждый изгиб речки каждый камень идем вверх по столбовой затем по беракчане там по легенде находится место силы коренных жителей севера там проводили обряды шаман но даже хиус не справляется со скоростью потока вода день от дня только прибывает чтобы совершить вторую попытку разгружаем лодку на территории заповедника обитают в больше двухсот медведей ружья нет директор тем временем прижимает лодку максимально близко к другому берегу павлу владимировичу так и не удалось преодолеть этот огромный порог сейчас очень высокая вода большая вода и по факту нам не удается проплыть вверх сакральные места а такое случается чаще всего остаются закрыты для взгляда людей меняем маршрут поселок суламай практически единственное место на земле где сохранилось поселение народа кито здесь живут примерно 200 кетов всего их чуть больше тысячи человек раньше жили в чумах на берегах рек это ушло сейчас в деревянных домах построенных после наводнения 2002 года тогда власти говорили что строение временные так и живут работают в поселке пару десятков человек остальные занимаются промыслом охотой и рыбалкой я хочу поймать большого таймена кеты одни из первых жителей сибири изначально оленеводством не занимались позже переняли это у других северных народов их происхождение загадка существуют десятки версий есть мнение что североамериканские индейцы потомки кетов кетский язык считается одним из самых сложных если в русском 33 буквы то в кетском 39 вместо 6 падежей в кетском языке 12 тамара дмитриевна одна из немногих в поселке кто помнит язык и преподает детям в начальной школе раньше детстве мы знали свой язык хорошо я общалась бабушкой слушала ее песни знала язык свой а когда мы пришли в школу это был 59 год то нам запретили говорить на своем языке и поэтому мне когда с 2002 пришлось заново учиться теперь можно сказать знаю опять восстановила в поселке суламай одна из улиц названа в честь притьёфа нансена после масштабной экспедиции по енисею великий норвежский исследователь мечтал пройти по подкаменной тунгуски и пообщаться с народом кито однако сделать этого не удалось сейчас так называется один из маршрутов для туристов не пройденный путь нансена заповедники в последнее время активно занимаются экопросвещением развивают туризм но только с разрешение администрации начи штраф 5000 рублей кстати доехать до заповедника до поселка бор можно не только на самолете от красноярска но и на машине от краевого центра до енисейска затем по воде размещение туристов либо в палатках либо на кордонах чтобы не вредить природе таежные избушки стоят на сваях есть и бани маршруты занимают 10-12 дней благоприятствует этот климат пихте как она в южной теге говорит об этом специалист по растениям светлана щербина не голословно определяет как себя чувствует то или иное дерево и сколько ему лет с помощью возрастного бура нашли ли мы середину думаю что близко этой сосне 100 лет видно по кольцам занимается изучением растительности и посвящает свою жизнь науке светлана 25 лет училась во львове но вернулась в родную сибирь начинала со сбора гербария казалось бы работа несложная если бы ни одно но на территории заповедника 800 видов растений некоторые находятся в самых отдаленных районах куда добраться можно только на вертолете например радиола розовая или золотой корень растение целебное помогает при болезнях щитовидной железы с сахарном диабете гипертонии в тайге можно увидеть и лиственницы которым больше тысячи лет и самую северную орхидею калипса луковичная в тайге всегда уютно несмотря на то что есть у нас медведи есть плохая погода и холод и снег и лес хороший это правда и поэтому наверное люди хотят тайгу что на как дом на границе с центрально-сибирским заповедником на реке под каменной тунгуска живут староверы в семье федоровых каждый день на столе только свежий хлеб пекут сразу по 10 буханок большая семья чтобы всех прокормить приходится много работать женщины собирают ягоды грибы содержит большой огород на котором растут даже дыни и арбузы мужчины занимаются промыслом этому научили отцы и деды в 50-е годы здесь появился первый дом сейчас к чумдеке 4 фамилии человек 80 андрей густомесов староста поселка как бы то ни было допустим у нас супружеские моменты строго 8 колен соблюдаются не перекрестывается ближе кровь не мешается официально браки регистрируют но не сразу некоторые женятся имея уже по пять детей дорого это билет на самолет до байкита стоит 8 тысяч рублей поэтому не у всех детей есть даже свидетельство о рождении если путешествует то только к родственникам по воде в семьях староверов по 15 детей чтобы сына воспитать надо сначала подойти к зеркалу самому отцу а потом когда ты сам увидишь кто ты есть и не сомневайся даже в этом тот будет и сын твой кто ты сам надо начать воспитание самого себя сначала в первую очередь ну а дочери это уже без вариантов они мамины послушницы полностью девять часов вечера должны быть на седалах как голубки это уже без вариантов женщинам нельзя стричь волосы краситься иногда покупают себе только духи запрещено смотреть телевизор фотографироваться для нас сделали исключение как гостям заповедника к ладони ранги фирина такими же гостями в 2009 году стали школьники из гимназии универс на месте изучали биологию полина увлеклась исследованием лишайников свою коллекцию привозила в москву участвовала в конференции имени ученого владимира вернадского на самом деле это уже удивительно когда люди они смотрят они вроде тоже не знаю раз 10 были этих столбах раз 20 были на своей даче но они никогда не замечали что вроде стоит не знаю дерево и дерево а на этом дереве ты можешь найти до пяти до десяти видов различных лишайников и они действительно там если ближе к не приглядываются удивительные а есть действительно микроскопические которые просто так невооруженным взглядом ты не заметишь в этом году знания особенно пригодились сдала егэ по биологии на отлично данил до путешествия на север ездил с родителями только за границу после поездки сознание на тот момент пятиклассника перевернулась и ничего подобного даже представить не мог наверное что у нас есть такие красоты да например в других странах там есть пальмы песок море но такого я еще до этого не видел не напугали школьников даже комары и мошкара зато на севере практически нет клещей тем более энцефалитных дальше наше путешествие меняет вектор лодка движется по енисею на его берегах находятся несколько кордонов где останавливаются сотрудники в том числе в бывшей деревне комса брошенный плуг опустевшие дома покосившийся лабаз для хранения еды кажется здесь время остановилось последний житель уехал 10 лет назад в этой стайке сохранились старинные вещи например вот эта деревянная лодка сделанная своими руками коромысла а также вот эта табуреточка такое ощущение что хозяйка словно вчера здесь таила коров сейчас здесь останавливается только инспектор центрально-сибирского заповедника иван буянов делится с нами главной загадкой этих мест ведет к заброшенному древнему строению уже который год сотрудники не могут разгадать тайну его появления ни в одном из краевых архивов нет данных если по версиям пройтись которые мы предполагаем это староведческая церковь еще может версия быть такая когда колчак уходил на восток в этот момент кто-то из его приближенных неприближенных уходил по северному пути здесь возможно была построена эта церковь за ответом мы обратились к специалисту в области архитектуры константину шума он пояснил это действительно уникальная находка памятник старины деревянного русского зодчества а экспедиции которые долгое время работали на территории края по выявлению таких объектов почему-то обошли эту церковь стороной построена она была в конце 19 века основным атрибутом говорящим о том что это все славная церковная постройка это наличие алтаря как правило в деревянной архитектуре это рубленые алтари многогранные алтари в данном случае пятигранный алтарь жители деревни комса относились к крупному приходу троицкого храма ворогова раньше очень сложно было получить разрешение на строительство церкви вдали от прихода позволяли только по одной причине из-за отдаленности населенных пунктов сотрудники центрально-сибирского заповедника планируют восстановить церковь и сделать музей под открытым небом а вот территорию другой бывшей деревни мирная уже давно используют там базируется ученые добраться до станции мирная российской академии наук очень непросто сначала на моторной лодке по и не сеют затем вот на таком необычном пароме через заводь такое ощущение что находишься не в россии а где-то в южной америке местность напоминает джунгли здесь проводят исследования орнитологи ищут гнезда изучают численность популяции занимаются вопросами эволюции и миграции первым встречаем кулика марадунку его не увидишь в европейской части россии он притворяется раненым чтобы увезти нас от гнезда рассказывает москвич олег бурский личность уникальная проводит в тайге на болотистой местности 5 месяцев в году 40 лет подряд занимается наукой автор многих школьных учебников по биологии сейчас изучает причина исчезновения в россии птицы дубровник связано это с браконьерским отловом птиц южном китае там это традиционное блюдо которое приносит счастье говорят своих дубровников они по-видимому переловили теперь идет контрабанда из соседних стран из лаоса камбоджи бангладеш задерживают ну вот известен случай четыре тысячи мороженых дубровников изъяли на таможне для исследования рядом со станции орнитологи установили 100 ловушек для птиц попадает в карман и там остается после этого пернатого нужно как можно быстрее вытащить из ловушки мошкара за минуту облепляет птицу происходит интоксикация и она умирает ну приходится долго учить людей их вынимать и после нескольких лет тренировки они уже готовы обращаться с птицами аккуратно затем не менее сложный процесс нужно определить пол и возраст птицы 280 видов и у каждого свои признаки записать все данные даже длину хвоста крыльев и изношенность кончиков перьев окольцевать ежегодно на станцию приезжают ученые со всего мира нас песнин тасс на амир на ул я приезжаю сюда в шестой раз изучаю птицу кедровку меня впечатляет как работают русские ученые они не просто исследуют небольшой аспект а видят систему в целом такой метод позволяет найти ответы на все вопросы станцию российской академии наук создали в 69 году за это время десятки как российских так и иностранных ученых стали кандидатами и докторами наук во многом это произошло благодаря выдающемуся ученому орнитологу биологу евгению сыроичков скому именно его силами создали многие природоохранные зоны вдоль меридиана от монголии до таймыра сейчас дом исследователя музей здесь проводят экскурсии детям эти часы остановились в 98 году во время последнего визита профессора но работа которую начал академик не останавливается спустя много лет уникальный уголок девственной природы удается сохранить нетронутым благодаря неравнодушным и увлеченным людям на таких держится любое большое дело на кордон заезжаешь когда погода там такая вода там налит буран утопишь вытаскиваешь потом дальше едешь бывало и ночью ехали больше ехали вроде устал кажется зачем если поехал а потом утром чик все нормально вроде в 2009 году иван вместе с другими сотрудниками спасли двух лосят на этих кадрах видно как мама переплывает реку а малышей сносит течением на сотни метров парни перевезли обессиленных животных на противоположный берег к матери и отпустили иначе они бы погибли я считаю что да я патриот я люблю свою природу я ее охраняю считаю что это нужное дело кому-то надо охранять и и беречь природу для наших потомков такая полнота внутри что ну ты бы там остался на долгое время хотя бы просто по гостичит и даже помогать им такой стороны себе не представлял охота побывать и в других местах потому что теперь я понял что не только там есть такие красоты хочется увидеть больше и поведать все именно в россии и и Субтитры создавал DimaTorzok